всем привет друзья сейчас я покажу вам как залить свои файлы свой код на гитхаб так в самый первый раз у вас было очень много вопросов какие-то остались недопонимания что-то я где-то может пропустил не все успел сразу учесть и сейчас вот чтобы все вопросы устранить я вам покажу все с нуля чистая операционная система windows на ней ничего не установлен никаких настроек еще нету я захожу на гид сайт их официальный и скачиваю его далее нужно зайти на гитхаб и создать аккаунт здесь я все показываю с чистого нуля ничего не буду вырезать полностью все проблемы которые у меня возникали потому что я тоже не все сейчас помню еще не в самой лучшей своей форме нахожусь и поэтому тоже какие то вопросы возникали я их решал по пути сразу качаю редактор vs код также создам аккаунт на mail.ru для того чтобы была электронная почта здесь все предельно просто заполняете стандартные поля имя фамилия дата рождения пол придумываете какую-то почту название тут я выбрал из предложенных для того чтобы она была уже свободна придумываете какой-то пароль если у вас уже есть почта то можете не создавать это я показываю для самых самых начинающих если у вас абсолютно ничего нету кроме компьютера здесь номер телефона можно указать а можно выбрать резервную почту я укажу резервную почту потому что не хочу сейчас к номеру телефона привязываться регистрируемся вводим все подтверждающие коды вы можете это делать не обязательно на mail на яндексе например на google и там все примерно аналогично будет устроено здесь предлагают сразу какие-то настройки я просто выбираю первую попавшуюся картинку отказываюсь вводить номер телефона и все у нас и без этого будет работать далее захожу на github и здесь нужно зарегистрироваться сразу на главной странице придумать имя пользователя они показывают сразу здесь занято она или свободно надо выбрать такое которое еще не занято и я вот придумываю такой вот себе никнейм почту указываю ту которую я уже только что создавал вы же можете указать свою готовую если у вас уже есть электронный адрес вот отсюда его можно скопировать и вставляем сюда также придумываем пароль обязательно все эти логины email и пароли записывайте где-нибудь чтобы потом не восстанавливать это все и всегда можно было быстро это все найти потому что такие вещи имеют свойство забываться теперь у нас здесь на гитхабе нужно пройти верификацию подтвердить то что вы человек здесь у нас голосовое такое задание просто код диктуют голосом его нужно перепечатать далее нужно просто выбрать из предложенных вопросов какие-то ответы например кем вы являетесь здесь в принципе не сильно это важно можно выбрать то что более вам соответствует или просто быстро ответить любые какие-то варианты они ни на что особо не повлияют далее на почту приходит письмо от гитхаба здесь нужно нажать на эту кнопочку синюю для того чтобы подтвердить свой аккаунт после этого все успешно у нас завершается и можно перейти на главную страницу пока что здесь мы все оставим как есть далее чуть позже мы к этому вернемся а сейчас установим редактор vs код принимаем условия соглашения здесь я проставляю все галочки и нажимаю установить у нас тут еще какое-то письмо это просто добро пожаловать на гитхаб нам прислали такого письма и и просто его можно удалить отсюда тем временем у нас установился редактор запускаем его у меня есть подробный обзор этого редактора и если вам интересно ссылку я оставлю далее устанавливаем гид здесь можно выбрать версию вашего редактора например я вот выбираю visual studio код и все остальное оставляю по умолчанию нажимаю просто далее 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 здесь никаких настроек не требуется делать пока что захожу в с код и на вкладке расширение нужно найти здесь гид граф сейчас он в принципе не будет слишком важен но в дальнейшем он очень сильно пригодится мне этот это расширение понравилось я им пользуюсь и в одном из видео следующих я покажу как им пользоваться гид установился просто закрываем это окно здесь устанавливаем параллельно нужное нам расширение теперь я хочу открыть командную строку которая встала вместе с гидом но ее можно вот здесь вызвать через контекстное меню у нее вот такая вот консоль здесь работает команда лс как в линуксе и гид минус минус version показывает что у нас гид версии 2.27 это значит что он установился и теперь можно уже приступать к работе я создаю здесь просто какой-то проект придумываю название новой папки и открываю его в редакторе далее нужно создать хотя бы один html файл у вас же в принципе это может быть любой корт на любом языке это неважно главное будет сделать из этого каталога репозиторий я здесь создаю индекс html пишу какой-то простой текст сохраняя его и сейчас посмотрим что нам будет требоваться дальше нам нужно найти страницу которая называется первоначальная настройка гид я ее ищу в поисковике наизусть эти команды я не помню и каждый раз просто нахожу эту страницу и нужно сделать следующее в командной строке в терминале он есть прямо в редакторе можно здесь какие-то команды вводить как видите тоже с у нас здесь работает показывает все директории и переходим на этот сайт смотрим что нам нужно нам нужно ввести имя пользователя и почту мы берем эту команду копируем ее без знака доллар и здесь вводим в кавычках свое имя здесь можно вводить любое имя но рекомендуется конечно ввести такой же как на гитхабе чтобы у вас везде одинаково было и вы не путали потом сами в дальнейшем мы видим здесь ошибку пока что я эту проблему не стал решать я открыл командную строку от гита и просто здесь эту команду ввожу здесь она точно работать будет а чуть дальше я покажу как сделать так чтобы в редакторе тоже работала имя здесь я ввел через нижнее подчеркивание не через дефис но это неважно они не обязательно должны быть одинаковыми с вашим гитхабом далее вводим почту почту я указываю ту на которую регистрировал гитхаб заменяем здесь текст почты своим и подтверждаем все эти две команды у нас выполнились для того чтобы убедиться что они действительно сработали нужно открыть файл гит конфиг он находится в папке пользователя на windows заходим просто в проводник я здесь на чистом windows и искал проводник его нету на пуске и вот так вот я нашел эту папку и видите файл гит конфиг открываем его и здесь имя и имейл указаны те которые мы прописали все отлично у нас здесь первая настройка завершена далее заходим на раздел гита и жмем инициалайз репозиторий это чтобы инициализировать репозиторий теперь в нашей папке если мы включим показ скрытых элементов то мы видим появился каталог . гит скрытый он означает что репозитории мы создали подробнее как создавать репозиторий например через командную строку смотрите у меня в этом плейлисте по гит хабу и гиту там я показываю все более подробно это одно видео но помогает именно начать работу а дальше вам все равно потребуются дополнительные знания на гит хабе создаем репозиторий здесь нужно просто ввести название ставим публичный и создаем у нас создается репозиторий здесь я создал с файлом readme.md чуть дальше вы увидите в чем проблема такого создания я нажимаю галочку в редакторе vs code для того чтобы создать первый коммит пишу здесь текст комментария здесь в принципе можно указать любой текст и после этого уже можно будет это все добавлять в удаленный репозиторий на гит хабе здесь как вы видите я еще раз проверяю команда не работает мне эту проблему хочется устранить я захожу в настройки visual studio код в текстовый джейсон формат и начиная гуглить этот вопрос для того чтобы устранить эту проблему в принципе через обычный поисковик я ищу то что мне требуется для настроек джейсон в vs коде и нахожу одну страницу на которой как мне кажется я могу найти ответы далее примерно пролистываю все это взглядом быстренько и нахожу то что мне нужно потому что я уже в принципе знал что мне приблизительно надо но наизусть не помнил первый раз конечно если все это исчезнуля надо будет попробовать по пытаться разные варианты и не все сразу получится но только так можно чему-то научиться далее ищем где у нас находится наш гид exe файл в папке гита его я не вижу попробую найти его в бин и вижу что он действительно здесь лежит копирую этот путь просто вставляю его здесь и нужно изменить здесь в настройках путь чтобы он соответствовал обязательно вот эти двойные слэши здесь должны быть на windows путь я полностью прописал сохраняю теперь перезагружаю редактор просто выключаю его и включаю его заново нажимаю control плюс тильда открывается терминал в редакторе и пробую еще раз команду по проверке версии гита теперь видим что все работает и можно здесь прямо в редакторе это все делать и не запускать отдельная командную строку это конечно же очень удобно и хорошо как видите мы одну проблему быстро с вами очень решили далее я пытаюсь сделать все с помощью графического интерфейса vs code и я здесь на самом деле не все нюансы знаю здесь я сделал такой вот черно-белый фильтр как в режиссерских версиях у тарантино но это для того чтобы вы понимали что вот этот фрагмент видео он не несет абсолютно никакого полезного практически смысла здесь я просто пытался сделать все с помощью вот этого вот интерфейса в редакторе но я точно это не знал как делать просто пробовал все методом эксперимента и у меня не очень все это хорошо получалось далее я решил по старинке сделать и уже этот метод я вам и покажу он полностью работает и в принципе на самом деле является намного удобней чем вот этот вот метод который скорее всего тоже можно как-то заставить работать но это нужно дополнительно еще поэкспериментировать это почитать как запушить свои файлы на гитхаб с помощью вот стандартного этого интерфейса в visual studio коде поэтому в принципе можете посмотреть без моих комментариев мои попытки что именно я предпринимал какие у меня возникали ошибки ну а дальше чуть-чуть через пару минут я покажу именно уже как на самом деле все можно было проще сделать это и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ссылкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok